Как я уже говорил, и скорее всего ты и без меня это знаешь, что фотошоп это достаточно мощная машина, которая требует достаточно мощного железа и мощного компьютера для своей работы. И естественно, чем мощнее у тебя компьютер, тем у тебя проще будет работать с фотошопом. Первый, скорее всего первый пункт, который максимально важен для нормальной работы в фотошопе, это использование оперативной памяти на твоем устройстве. Сейчас я тебе покажу небольшой лайфхак, который поможет расширить этот самый объем памяти для работы с фотошопом. Для этого отправляемся в пункт меню Edit, в самый низ, Preference и здесь Генеральные настройки. На Mac этот пункт находится в самой ссылочке на фотошоп, там будут преференции. Здесь выбираем пункт Performance и вот в этом окошке настраиваем количество оперативной памяти, которое может использовать фотошоп. Как ты можешь видеть, у меня в данный момент машина с 16 гигабайтами оперативной памяти и для фотошопа из них в данный момент доступно 12 гигабайт. И для фотошопа я любезно выделил 11,3 мегабайт, то есть 4% свободной оперативной памяти. Примерно 90-85% свободной оперативной памяти я тебе советую выделять для работы фотошопа. И сразу скажу, если у тебя 8 гигабайт оперативки и меньше, то в работе со сложными какими-то изображениями, с многослойными файлами, с кучей наложений и корректирующих слоев, скорее всего твоя машина будет испытывать некие трудности, чуть-чуть лагать и подтормаживать. От этого, к сожалению, никуда не уйти. Просто нужно как минимум увеличить объем оперативной памяти. Это первое. Второе, скажу, не пугайся, не бойся, так как данный курс у нас для веб-дизайнеров. Слишком сложные задачи, слишком сложных многослойных файлов у нас с тобой просто не будет. Мы будем использовать фотошоп, так как использовать его веб-дизайнеры, то есть для каких-то конкретных своих задач. А для этого, ну не скажу, что 8 будет прям достаточно, но вполне терпимо иметь 8 гигабайт оперативной памяти. Как увеличить объем? Я думаю, ты уже понял. Preference, Performance. И вот здесь выбираешь тот объем, который нужен. Далее, окей. И все, фотошоп будет использовать то количество, которое ты ему разрешаешь использовать.